Ваш любимый гость Владимир Шиншук, писатель, также метафизик и исследователь славянской цивилизации. И сегодня тема «Спонтанный переход в параллельную реальность». Владимир, расскажите, пожалуйста, для тех людей, которые, возможно, не владеют какой-то точной информацией про параллельные реальности, чтобы все сейчас, те, кто разбирается и не разбирается, поняли, что это такое и как мы можем с ними соприкасаться и, возможно, уже когда-то соприкасались с этим. Ну вот смотрите, в параллельными мирами в действительности каждый из нас сталкивается в жизни неоднократно. Просто на это обычно не обращают внимания, ну или не могут как-то объяснить, или там объясняют какими-то вообще фантастическими причинами, но в реальности это как раз параллельный мир, его проявление. Ну вот, например, всем стало сейчас, в общем-то, известно об эффекте Манделлы. Манделла – это южноафриканский президент, который, значит, сидел в тюрьме, да, и вот одни именно в южноафриканской республике люди думают, что он и умер в тюрьме, а другие говорят, что нет, его выпустили, и он был президентом. Страна разделилась на два лагеря. Одни так думают, другие так. Но у нас в психологии есть такое понятие искрения памяти, да. Но не может быть искрения памяти у разных людей, да. Они живут все в одном месте, но разные представления при этом. Это, ну, как бы никак в науке объяснение не получило. В реальности немножко надо пораньше начать, издалека, так сказать. Ну, и у нас вот только три известных атрибута, которые нам разрешено знать. Это пространство, время и движение. А в реальности атрибутами является и жизнь, и память, и вообще божественность, и размножение. У нас миры, они размножаются, они ведут себя как, в принципе, живые существа. События, повторяющиеся, да, если вот вы посмотрите себя даже, каждый год в один и тот же день практически идут одни и те же события. И они как бы похожи друг на друга. И даже вот работают уже ученых, показали, что не только у людей все одно и то же происходит, ежегодно в одно и то же время, но даже микробы под микроскопом двигаются по одинаковым траекториям, именно повторяя то, что было год назад. И вот если у нас 30% несовпадений событий, которые были ежегодно, возникает, если такое, то возникает деление, деление мира. И появляется планета, делится, и люди делятся, и леса, и города. Ну, вообще все. У нас, во-первых, ну, когда неправильно происходит такое деление, возникают новые города, да, но они имеют те же названия, что, в общем-то, с кого они делились. Ну, бывают сбои. У нас тут больше сотни городов имеют одинаковое название. Ну, например, у нас Брест, да, и во Франции тоже Брест. У нас, значит, Кашира под Москвой, да, и Кашира на юге тоже Кашира. Ну, таких много совпадений. Ну, я что-то молчу, там Москва, там Питер, их вообще много, Александрия, их вообще очень много названий. И люди то же самое там оказываются, которые разделились и там живут. Но они-то воспринимают себя как, ну, нормальные, да. Ну, поменялось что-то там в пространстве. И самое интересное, что у нас-то еще во времена, когда было КГБ, известно около пяти тысяч дел о двойниках. Это когда вы приходите домой к себе, а вы уже там есть. И паспорт у этого человека такой же. И знает он все про вас, потому что он вы. Он разделился, но не изменилось его местоположение по какой-то причине. Это вот как раз и в момент деления происходят такие вещи. И бывает еще, когда миры эти пересекаются. Вот, например, космонавты, да, когда они вылетают в космос, да, они, правда, об этом не рассказывают их, потому что дисквалифицируют сразу же. Но в колорах они говорят о том, что помимо ихнего корабля, несколько сотен еще других кораблей подобных, и его кораблю. И более того, в иллюминатор смотрит он же. Размножились, повторяются, но они этим не пересекаются. И вот самое-то интересное, что у нас вот появляются когда двойники, описание конкретного человека, он появился, ну, пришел на работу, все его, конечно, знают, все его узнают. Вот, вернулся домой же, жена говорит, кто вы? Он говорит, ну как, я же твой муж. Нет, вы что-то путаете, я вообще не замужем. Вот, то есть, и вот он так вот мучился, а ему некому рассказать. Никто ведь не верит. Вот, и люди такие вот, они вынуждены скитаться там или еще как-то. Ну, короче говоря, они этим миром не принимаются. Это явление связано с таким явлением, как Крустенговер. Крустенговер – это вообще биологический термин. Это когда ДНК обменивается с другим ДНК, но другая хромосома, обменивается участками генов. Это явление получило название Крустенговер. Так и миры тоже могут обмениваться, когда возникает одинаковое событие. В том мире и в этом они идут одинаково, и есть зеркало. Вот почему маги, которые, ну, крутые я имею в виду, как только зеркало, большое зеркало где-то в помещении, они стараются туда не попадать. Особенность зеркала, которые друг напротив друга. Ну, вы знаете, это устройство для питания, потому что видим, мы действительно видим параллельный мир в этом случае. И поэтому, когда возникает вот такая вещь, человек может попасть в тот мир. Ну, в этот же мир, или они обмениваются, он попадает. И каждый человек, в принципе, сталкивается с этим явлением. Ну, например, вот смотришь фильм, да, вот я смотрел там, допустим, фильм, я помню, что фильм мочился, ну, таким вот образом. Героя убили, да. Тут смотришь, герой живой. Или, допустим, у меня был случай, ну, у меня была школа, в школе я там, ну, писал, что вот, какие-то ссылки на нее, да, вот, и мне надо еще закончить, там сколько-то там еще осталось дней. И потом я смотрю в компьютере, у меня уже школа кончена. Я ее не кончал, я помню, что я не кончал. Это вот такие вот случаи. Или там, допустим, книжки, то же самое. В одной, вроде та же книга, да, а написан совсем другой текст. Потому что в другом мире там все по-другому получилось. Вот эти вот ситуации, какие-то изменения происходят, но они незаметные. Вот чтобы этого не было, у нас раньше, начиная с детского возраста, детишек приучали писать. И следить за тем, чтобы все вот эти события повторялись. Потому что если много размножится миров, ну, в одной точке пространства, то, что может разрушить все это хозяйство. И поэтому надо стараться, чтобы вот этих дел не происходило. Но у нас, значит, на это сейчас никто не обращает внимания. Дневники уже раньше писали, вот в 19 веке еще, в годы советской власти дети писали, дневники взрослые писали тоже. Но сейчас они даже не знают, если пишут, то это просто генетическая память. А зачем они пишут? Непонятно. А вот писалось только для того, чтобы не было вот этих лишних событий, чтобы всегда было одно и то же. Потому что год должен быть похожим на предыдущий год. Ну и потом, почему вообще у нас такое вот строение? У нас вот миров в реальности параллельных не один вид, их много. Ну, например, угловые миры, так называемые. Был такой физик Роберт Вуд. Он обратил внимание, что если делать кольца дыма, пиросный дым, он делал барабан и пускал кольца. Ну, наполнял его дымом и пускал кольца в отверстие. Так вот, если они идут, значит, друг на друга, да, эти кольца, они работают, как бильярдные шары, они отталкиваются друг от друга. А если их под углом пускать, они проходят сквозь друг друга, как будто их нет. И вот на этом цепи, в принципе, построены все угловые миры. Вот у нас в плоскости эклиптики, в которой лежат и планеты, и галактика, ну, и все там галактики, все в плоскости эклиптики. Как только она меняется, мы уже не взаимодействуем. Поэтому в данной точке пространства может быть, ну, если там взять, значит, у нас все вот эти углы, ну, порядка десяти тысяч вот этих пространств параллельных. Эти все параллельные пространства, они почему назвались космосом? У нас космос и Вселенная это два понятия разных. Космосом называются все параллельные Вселенные. И космосом связан с понятием осмос, то есть с проникновением. Осмос переводит это. Проникновение. Вот Вселенные, они могут проникать сквозь друг друга. Ну, и космосов тоже оказывается много. Потому что есть параллельные космосы, которые тоже проникают сквозь друг друга. И там дальше идет цвет, да, а цвет тоже их не один. Их тоже множество, которых параметры, то есть много параллельных космосов, много параллельных цветов. И это все мироздание. Ну, и мироздание тоже может быть разным. То есть этот, там мы просто дальше не знаем, может быть, и дальше идет. помимо мироздания еще что-то и помимо этого угловых миров и есть еще миры которые но можно назвать их перпендикулярные нас можно привести к одной точке 3 перпендикуляра мы это знаем да а в действительности теоретически можем бесконечным рост проводить этих перпендикуляров ну правда есть там гипотезы что больше 6 нельзя но у нас эти ограничения только в наших мозгах природе нет ограничений и короче говоря частотные миры до временные миры вот временные миры чем отличается допустим от нашего мира дело в том что вот когда происходит изменение вращения вот этих элементарных частиц атомов там молекул у них ноги как гироскоп у гироскопа если изменить или ускорить его у него меняется ось угол оси меняется и поэтому гироскопом может выпасть из этого мира но у нас атом молеку это все гироскопы вот и они в общем то выпадает все временные миры у них линейная скорость угловая может быть любой линейная скорость ну то есть эта скорость как раз самой этой поверхности вращения она должна быть одна и та же если она другая эту частицу ее вытолкнет этот мир она не будет взаимодействовать и поэтому они хоть и рождаются здесь эти с разными скоростями линейными они выпадают из этого мира только то что попадает наш мир этот временные миры вращение вокруг нашей галактики центра галактики нашей солнечной системы повторяет принципе события то же самое как год повторяет события то же самое и галактика на тоже повторяет события и поэтому и прошлое и будущее и настоящее они существуют одновременно и у нас были в свое время в том же 19 веке машины времени ну например то же самое колода 2 колка 1 колка и просто кола ну сейчас нам сует в этих исторических всяких сообщениях что это одно и то же фактически на рисунках но название просто разное в реальности кола старое русское название и понятие это жизнь на том и на этом свете и кола это действительно путешествие в прошлую жизнь позапрошлую жизнь а кола вообще по всем жизням может путешествовать и можешь путешествовать по этой хронике у нас сейчас хроника говорят и похоронить откуда слово идет до на реальности хроника это вот как раз весь тот круг нашей солнечной системы где как кванты существует наш мир ну то есть эта хроника мы можем переходить от одного кванта к другому потому что разная скорость линейным у наших вращающихся элементов есть еще так называемые фрактальные миры вот фрактальные миры они описаны когда у нас появляется из фрактального мира какой-то летательный аппарат вокруг него если вы туда к нему приближаетесь вы уменьшаетесь в росте у него поле мощное у этого объекта который к нам попал идете обратно опять становитесь такими же большими ну как мы сейчас таких вот когда приземление происходит они описанных не одно такое то есть из фрактальных миров тоже к нам приходят или допустим частотные миры частотные миры его про страны ментальные после ланты мировую они все отличается чистотой ну как вот вода например воздух и мы до твердые предметы мы может быть воздух ходить морал сквозь воду ходить то я также частотные миры мы можем но для нас а не более как бы разреженный мы можем сквозь них проходить наш мир проходит но они в общем то то тоже имеют такую же абсолютную структуру, там тоже и атомы, и молекулы, и элементарные частицы, все то же самое, только они в другой плотности. Ну, как вот, у нас же все же плотность определяется, да. Дальше, значит, скопированные миры, они ведь тоже отличаются какими-то хронологическими параметрами, они тоже существуют здесь. Ну, вот Киитишград, допустим, да, вот он в светлояре затонул, исчез, и якобы там вот возникло озеро, да, и до сих пор там слышны колокольный звон, там разлуки, ярмарки и так далее. Киитишград не один у нас на земле, там, где происходило вот это исчезновение, они периодически как бы возникают. И вот у нас миражи, была даже книга такая о мираже, очень красивые фотографии этих миражей. Но я тогда просто неожиданно как бы увидел эту книгу, у меня не было денег ее купить, ну, смотри, все деньги стоило. Вот. Ну, и она ушла, а сейчас ее нигде нету. Потому что это, в принципе, строение мира. Нам ведь нельзя знать, какое строение мира нас окружает. И, в общем-то, каждый человек, он встречается с этими параллельными мирами. Ну, с миражами подчас происходит перемещение в этот мир, размноженный, но наш мир. Что такое время? Время – это как раз вот когда вращаются вот эти наши элементарные частицы быстрее или медленнее. Поэтому, если там начали они быстро вращаться, они быстрее уходят в будущее. Там быстрее события идут. А если медленнее, значит, они как бы отстают от нас, а не в прошлое. И мы попадаем то в прошлое, то в будущее. Но чаще как раз в то же самое время. То есть там особо изменения не происходят. И, в общем-то, я уверен, что большинство из нас, большинство людей в этих мирах, в общем-то, бы бывало. И те события, которые они не могут объяснить, как раз связаны с параллельными мирами. Ну, и у нас ведь в русском языке остались вот эти все направления. Но мы только право-лево, вниз-вверх, вперед-назад знаем, да. А там есть Ашоя, Адесная. Это тоже разные направления, которых мы сейчас не видим. И их у нас таких направлений в русском языке девять. То есть у нас, в общем-то, получается, что наши предки об этом знали. И потом ведь у нас то, что у нас, в общем-то, уже еще в 19 веке был высокий уровень нашей культуры, говорят, например, такие факты. Нам же рассказывают, что, допустим, тоже Гургенев там, он заядлый охотник, мы знаем. И он каждую субботу ходил на охоту. А он жил то в Париже, то в своем имении, который под Тулой. Расстояние две с половиной тысячи километров. Если они ездили на лошадях, как нам говорят, лошадь за день 100 километров проходит. Получается, что 25 дней надо только до Парижа доехать и 25 обратно. Ну, как он каждую неделю мог ходить на охоту? Значит, он ездил. Да, у нас пролетка летает, да. Драндулет тоже лет. Корень тоже летающая. И вот таких названий у нас много, которые как раз характеризуют летающие повозки. Они летали. Чайковский. У него имение было в Тверской области. А он в Питере там тоже давал концерты. Каждую неделю и по разу. Ну и как туда понимать, как он там в своем имении жил. Тоже 25 дней туда 25. Можно на это потратить. Да, нестыковок очень много. К сожалению. Ну и наоборот, к счастью. Что говорит о том, что у нас цивилизация в 19 веке еще была на очень высоком уровне. Ну, потом возьмем Карышева, которая написала, описала всякие планеты, где на какой планете, какие народы жили, что они себе представляли, какая культура, какие там характеры и все прочее. Это 19 век книжка. Мы ее даже издавали. Поэтому, в общем-то, если говорить о параллельных мирах, они существуют. Просто для нас они не существуют. Но от этого, что нам кто-то говорит, что их нет, они от этого не перестают существовать. Да, полностью с вами согласна. Я вот столкнулась с параллельными мирами, наверное, лет 15 назад, поскольку я выхожу в астрал. И несколько раз такое было, что я выхожу в астрал, но выхожу не из своей комнаты, а из другой жизни. У меня в этот момент полностью прогружается вся память. Я помню, кто я, кто мои родители, есть ли у меня брат и сестра, что мне нужно делать. То есть вообще шок. И я как бы начинаю, сразу помню, попалась в одном доме и такая, вот мой папа сейчас пойдет на обед, мне нужно срочно спрятаться, ведь я же прогуливаю школу. И я как бы со своей памятью думаю, что происходит, блин. И так у меня было много раз. А сейчас уже вообще, иногда я иду по улице и сразу прогружаюсь в четырех мирах и идеально все контролирую. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Ну да, и потом ведь этих вот событий, особенно вот путешествий, вот этих у нас же сейчас душа только путешествует, астрального тела нет, настолько астральная оболочка остается, потому что после смерти у нас все тела, если они есть, они разрушаются. Их надо в действительности восстанавливать. Раньше это все делала школа, но сейчас школа этим не занимается. Почему она называлась школа? Потому что школа, то есть школа это вот, человек возвращался с школой, он вспоминал свою жизнь и свои навыки, зачем ему учиться снова. Ему надо было только вспомнить свою жизнь и свои навыки. И класс это кола, ас опять, да? Надо было вспомнить себя, когда ты был еще на уровне аса. Аса, мы знаем, что это высшие, так сказать, существа. И класс это в действительности ту жизнь, которую ты вспомнил. Вспомнил две, ну у тебя, значит, второй класс. Вспомнил 20, в жизни, значит, 20 класс. И, соответственно, школа-то она совсем поменяла свои функции. Вот сейчас мы только детишек учим тренировать память. А все вот эти вот навыки, никто этим не занимается. Вообще практикой никто сейчас в школах не занимается. Еще годы Советского Власти там что-то делались. Девочек учили готовить пищу, шить. Мальчиков учили делать утварь, там всякие мебельные и прочие вещи. А сейчас этого ведь нету. Даже я помню, на автомобилях учили детишек на права. Да и в Америке это все еще осталось. У нас нет, уже нет. Слышное рабство. Вы могли бы рассказать, на каких принципах работала вот эта машина времени кола? Что, по сути, происходило? Я так понимаю, это довольно простая технология. Вот что происходило перед тем, как перенести людей из одной реальности в другую или в прошлое и будущее? Ну, смотрите, вот все же осталось в русском языке. Вот название всяких, вот телега, например, да, мы представляем, что это какая-то на деревянных колесах конструкция запрягаемая лошадями вот едет. А вообще-то само слово теле, телепередача вообще. На санскрите, но санскриты русские это, в принципе, один язык, который делают разными. Вот. Ига. Га это дорога, указание дороги. Телега это вообще транспортное, телепортирующееся средство. Или, допустим, подвода. Ну, это тоже телега, говорят нам, да, подвода. А само слово-то, говорит, что она двигалась под водой. Ну, и потом, не только такие вот транспортные средства, а и те же плавающие средства. У нас же, вот почему говорят, корабли не плавают, а ходят. Потому что ходить, это можно было хоть куда летать. У нас вот корабль, да, в Советском Союзе, ну, и в России, естественно, осталось очень много мест, которые никаким местом не связаны ни с реками, ни с морями, а называется Кораблево, Корабельское, там, то есть корабль в основе. Откуда это? У нас все обычно места назывались по тому, что там производилось. Ну, например, Ткачей директ, да, или там Плотниково, то есть там Плотники жили, там Песцово, там, ну, где песни, там, то есть каждая деревня, она представлялась каким-то своим мастерством. И Кораблево, Корабельское, Кораблино, их много названий, они все делали как раз летающие повозки, ну, типа летучего голландца, он же деревянный описан, да, а дело в том, что у нас был корабельный лес, его, кстати говоря, уничтожили, естественно, корабельный лес, он заключался в том, что из древесины корабельного леса изготавливали вот эти вот летающие корабли, как летучие голландцы, летающие лодки, те же самые сапоги, скороходы и все прочее, потому что они создавали, ну, так, что мы сейчас говорим, антигравитация, они могли перемещаться на очень большие расстояния, вот, сапогах, скороходах, можно там было через пропасти перепрыгать, через реки там и так далее, и, в общем-то, это было все не так давно, у нас ведь все это, ну, в общем-то, благополучно смогли уничтожить. А вот придумал гребенников платформу, довольно простую, но природоподобных технологиях, созданных бионических, где он воспроизвел вот эти крылышки майского жука и в итоге он начал взлетать, но потом у него конфисковали эту технологию и много людей, кто так тоже делал, просто по природоподобным технологиям восстанавливал что-либо и у них это работало, так моментально их убивали, как бы, и все это засекречивали, так и произошло с гребенниковым. Да, даже не сомневаюсь, что тут приложило как раз руку за кулисом, чтобы все это похерить и осмеять, ну, как будто этого и не было. В общем-то, опять же, вот, если смотреть по тем же изготавливаемым всяким устройствам, там, колымага, там, например, да, амнибус, маголет, их многим названием старорусских, которые мы сейчас воспринимаем, ну, как какие-то там повозки, это не повозки, это как раз были летающие аппараты, ну, например, кабриолет, да, тоже вот он летающий, и говорят, что он с открытым верхом, кап, первое, первое слово кап указывает на кабину, то есть он никак не мог быть с открытым верхом, или там драндулет, да, тоже летающие, то же самое карета, говорит, карета вообще машина, на тех же вот европейских языках, на английском, вот то, что это, это связано с, получается, отрицательным магнитным полем, означает ли это, что это какие-то торсионные эмплозии в виде мотора, или, возможно, связь с какими-то кристаллами, за счет чего запускаются вот эти потоки? Ну, у нас ведь немного было, было, было три вида, в три вида было много понятий, которые сейчас выкинуты, и, допустим, тот же самый теплород, да, это движение частиц по кругу, то, что мы сейчас говорим, торсионные поля, да, и почему он назывался теплород, потому что он рождал тепло, он разогревался, потому что все вращающиеся предметы тянут к себе, ну, они все в связи, вплоть до планет, они все же вращаются, вот, они с друг другом обменяются энергией, и поэтому, ну, та же земля, да, она передает это движение вот этим частицам, и он разогревается, теплород, или флагистон, то же самое, но это огненное вращение, но у нас там еще были разные понятия, которые, в общем-то, как бы закрыли, вот, но они от этого не перестали существовать, они строят, все равно существуют, и поэтому у нас много явлений, которые связаны были с чудесными вещами, они исчезли, потому что у нас исчезли вот эти понятия вращающихся частичек, хотя мы говорим, что и атомы там вращаются, и молекулы вращаются, но там ведь есть, когда большие части вращаются, но тот же теплород, он ведь, там конгломераты могут, молекулы атомов вращаться, и они ведут себя совсем по-разному, и поэтому видов там тех же самых теплородов много, у нас только температура понятия есть, а температура это просто колебания, а вращение это уже совсем другие вещи, и другие совсем явления, ну и вот у нас поэтому думали, что там Ломоносов вроде как эту ввел температуру понятия, а Флагистон вроде как это отвергли, но это тоже все, это все фикция, это все придумано, придумано про науку, потому что наука, она вообще только в начале 20 века появилась, с появлением теории относительности, до этого все-таки была тривия, которые назвали оккультизмом, ну и с которыми в общем-то боролись успешно, и в принципе сейчас надо бороться. А вот если говорить о таком понятии, как квантовое туннелирование или телепортация, вот допустим человек разгоняет эти частички по нужным скоростям, направлениям, но перемещения не происходит, вот как вы думаете, чего не хватает, то есть возможно это какое-то забытое ощущение, которое нужно в себе сформировать, но у всех же сверхспособности это разное ощущение, например, то, что например исцеляет ощущение, когда крутишь спирали, совершенно другое нужно создавать ощущение, когда крутишь например, ну вот что-то по телекинезу, двигаешь предметы, то это уже другое ощущение, а вот для перемещения какое ощущение нужно внутри? А это надо представлять куда хочешь переместиться, тогда вот это явление проявляется. В 19 веке в книге допустим Биднера того же описано много таких вот явлений, когда человек куда-то спешил, ему нельзя было опаздывать, и он так очень хотел и представлял, как он туда попал, и он попадал, потому что мощная эмоция, а эмоция это уже заряд, который в принципе может в общем-то создать это притяжение между нашим представлением и тем пространством, в котором человек должен оказаться, но таких моментов там много описано, вполне реальны, сейчас просто это не описывают, считается, что этого просто не может быть, потому что не может быть, оно происходит, тем не менее. вот если не секрет, у вас получалось когда-то переместиться физически не в параллельную реальность, а вот прям физически переместиться в параллельную реальность полностью, то есть не чтобы так скользить между ними туда-сюда, а основательно поменять реальность и место, так что например с одной стороны попасть в другую, а потом обратно вернуться физически. ну у меня это в пределах земли, то есть в пределах садового кольца, еду, проезжаю значит три вокзала, ну думаю сейчас вот будет Ярославка, я там поверну уже дома, да, еду по Велецкий вокзал откуда-то, что такое, то есть понимаете это спонтанно, мы ничего не делали, просто почему-то мы оказались там, и вот кстати говоря, почему машины часто телепортируются, потому что у них вращающиеся части, вот Олдридж, помните был эксперимент у Теслы, но потом Эйнштейн заканчивал, там же тоже вращающиеся поля, и они перемещались от 3000 там год, там 2000 год, а не с 1943 года, и там часть команды выходила в тот год, а часть наоборот садилась в 1943 год, там тоже все вращение, а потому что вращающиеся части, поскольку если они становятся параллельными, да, и между ними есть притяжение, вот в том же интернете есть авария, заснятая на видеорегистратор, когда машина выезжает прям, из кинет туннеля выезжает и врезается, вот таких вот фактов тоже много, но я знаю, что обычно подчищают такие кадры, тем не менее они остаются, потому что много пользователей интернета это все записывают, а потом на своих сайтах выставляют, но поэтому эта информация сохраняется, можно в общем-то ее увидеть, но вот машины да, они потому что имеют вращающие части, если они параллельно становятся, у нас же когда тела вращаются в одну сторону, они притягиваются, но параллельно друг к другу если находятся, если в разные стороны, они отталкиваются, вот, а мы же машина она же там объезжает всякие ямки, да что все время крутится на дороге и понятно с кем-то она могла соединиться и телепортироваться из-за этого. Как вы думаете, а насколько вообще возможно контролировать вот эти перемещения, чтобы вот именно осознанно решить куда-то переместиться и переместиться или же это происходит только спонтанно во время выброса адреналина, когда допустим человек чего-то испугался и переместился, но вот можно ли это контролировать? Конечно можно. Дело в том, что вот даже наше перемещение по хронике, то есть которое вокруг центра галактики находится, да, вот оно же может происходить, когда мы будем менять вот эти углы, потому что наше положение вот на этой хронике это угол. У нас начало эры всегда начиналось ну сейчас 7520 какой-то год дойдет, оно начиналось всегда с самого большего расстояния от центра галактики. и сейчас мы тоже год у нас начинается новолетие всегда начиналось с 21 июня, самая удаленная точка, это год, начало год, новолетие называлось. Ну и сейчас тоже вот 7500 это как раз 7500 лет назад мы находимся на самой удаленной точке. И вот этой точке если мерить, то эти углы, да, можно перемещаться под хроники, потому что можно менять эти углы, а углы меняются известные физические данные, как это делать. То есть опять же полями там раскручивать эти или наоборот тормозить и можно перемещаться во времени, поэтому можно точно говорить какой угол, в каком месте, какая значит там, ну надо исследовать, конечно, что там, какая эпоха, какая, какое время попадать туда, смотреть, ну и потом к нам же часто приходят люди из параллельных миров, которые пытаются исправить ситуацию, ну там, чтобы родители никуда не попали, чтобы они живыми остались, вот эти есть вещи. И наверняка вы знаете рассказы, когда кто-то вам делает претензию, что с вами поздоровались, а вы не поздоровались, вы говорите, что этого не было, я вас не видел, ну как, вот в магазине там-то, да, я не был в этом магазине, а потому что это ваш войник пришел что-то исправлять, им запрещено менять вообще-то, да, они все равно приходят, приходят и исправляют. Просто я в одно время знаете, заметила, что мои параллельные реальности негативным образом на меня влияют, потому что я выяснила, что здесь я развиваюсь, а в других реальностях не так, чтобы очень, и они мне фонили, и я, если честно, в Астрале туда приходила, и я всех своих клонов поубивала, по правде говоря, но мне стало после этого легче жить. Я как только их вижу, я мгновенно в Астрал и Кирдык. Ну, круто. Просто, да, хорошо контролировать это все, чтобы оно не влияло, потому что они используют эти методики. Как вы думаете, почему никогда не получается перейти в реальность так, что вот, например, в этой реальности умер человек и как-то переместиться к нему в реальность, если ты видишь, он там живет и мы с ним живем, но все равно это реальность другая, ты можешь туда прийти, пообщаться, но ты не можешь там жить. Почему не получается туда полностью перейти, чтобы иметь возможность там жить? Дело в том, что у нас вообще для того, чтобы переходить, были специальные, как бы, строились ворота, они в названии, в русском языке, они сохранились. Ну, например, вот, паттерна, да, паттерна, это вот, как бы, калитка, ну, в некоторых местах так они называют калитки, а в реальности это телепортация в то или иное пространство, ну, в пределах нашей земли. Или, например, брама, ну, вот обрамление слова там осталось у нас, да, а брама это вообще тоже калитка, и мы брана, брана, и мы туда проходили для того, чтобы сражаться. А вот вайга, когда мы возвращались с войны, ну, наши предки, снималась вот эта вот напряженность, а это негативщина, которого человек накопил во время боев. А вот пропилей, тоже название, калитки, это калитка, которая позволяла попадать как раз в мир, где наши предки умершие находятся. ну, и у нас, в общем-то, если вы вспомните легенды о том же Орфее, например, да, который кавридике попал, когда она умерла, Александр, этот, Ярослав Мудрый тоже ходил, Геракл тоже ходил, да, то есть все они, в общем-то, были связаны с тем светом. Вот сейчас вот изобретают вот эти вот типа телефонов, да, поговорить с теми людьми, которые там находятся. Вот я знаю, в Японии изобрели такую штуку, в Америке, но это то, что стало известно, было неизвестно, но прям мы тоже делали эти опыты, связи, да, и они вполне успешны, там просто надо знать, что у них очень высокие голоса, кто-то умер, у них высокие голоса, и мы их не слышим. А если делать запись, а потом прокручивать медленно, да, можно слышать, что они говорят, и можно с ними общаться. И поэтому технически это все реально, но вот мы, когда делали, нам в лабораторию, конечно, все грабанули, просто пришли, причем, ну, они будут говорить, кто, но это все официально. Эти люди, они имеют, видимо, какую-то аппаратуру, что они всех отслеживают. Вот мне рассказывал знакомые, что у них проходила медитация, это не как раз торсионными воронками работало, нагрянуло ФСБ, начали их обыскивать, и говорят, где торсионная аппаратура, отсюда шел сигнал, они говорят, мы ничего не делали, мы просто медитировали, они поискали и ушли. То есть, они сразу же, это все, у них есть какие-то, видимо, технологии, они даже вот видят, если кто-то радуется такой, из божественного, из веческого плана, они мгновенно, вот любого человека, проходящего по улице, на него обрушат, чтобы сбить радость, потому что у них коротит, там что-то начинает. но это не наши спецслужбы, это как раз закулисы, те, которые нас захватили и курируются. Так вот, дело в том, что вообще человеческие мысли, их легко читать. Это еще были разработки года советской власти, у нас вот все, что человек думает, да, у нас голосовые связки, они колеблются. Вот если вы будете слушать их, ну там, на досков возьмете, можно слышать, но там просто дыхание и оно заглушает все. Но если сделать фильтры, вот, и слушать, можно слышать, что человек думает. У нас в телефонах во всех, да, вот вставлены в эти фильтры, то есть там читаются мысли все. Вот у кого сейчас вот эти гаджеты, да, мысли все прочитываются. Вы только что-то подумали купить, да, вам уже реклама на этот счет идет полным ходом. Вот. То есть ваши мысли все прочитаны уже. Так они как-то это еще видят, даже если не думаешь, я, например, как-то рассажусь с авокадо, ну, что-то посмотреть. Первое видео, что будет, если есть каждый день авокадо и куча рекламы про авокадо. Я думаю, даже уже спокойно поесть нельзя. Сразу же говорят об этом. В какой-то степени может это хорошо, что нам как бы сразу помогают реализовывать то, о чем мы думаем. С другой стороны, если человек не контролирует свои мысли, то он может такого надумать, что просто портить всю общую реальность. Ну, вот смотрите, с одной стороны, значит, у нас была борьба с телепатией, то есть, поскольку все телепаты, они же мысли-то читают у человека, и если человек даже не хочет, чтобы вы прочитали, он все может прочитать. Что человек делает, что он думает, что он задумал, все можно узнать. А сейчас это опять возвращается только уже на техническом уровне. Телепатов всех повырезали, да, позжигали. А технически, да, это все реализовано снова, и снова полный контроль. И опять телепатия, с ней тоже опять надо бороться. А вот по поводу открытия порталов вот параллельную реальность. Вот интересно, нужно ли как-то по-особому питаться, может держать какую-то диету, в общем, это зависит как-то от энергетики и от физических показателей, либо же это абсолютно вот такое ментальное состояние и работа энергии психотпоя этих трассионных. Ну, конечно, это все можно менять с помощью питания. У нас же, ну, просто сейчас многого питания нет, а вот то, что, допустим, давало возможность телепортации, да, это вот напитки, которые портвейном назывались. Сейчас же портвейн, он у нас стал алкогольным, у нас вообще вина, все стали алкогольными. Вино вообще и вина, они были связаны с нашими эмоциями. Каждая эмоция давала какой-то результат. У нас эмоций очень много, потому что у нас тысяча этих гормонов, которые еще в 19 веке описаны были. Так вот, получается, что все вины превращены в алкогольные, а те, которые свойства они несли в реальные, все это все было похитено, и сейчас, в общем-то, люди ничего и не знают. Потому что с каждым напитком, да, ну, вот кагор, например, да, он позволял соединяться с хрониками акаши, а ликер позволял соединяться с архами, а у нас хроники акаши в воде хранятся, а вот архи, о которых пишет Гриневич, да, они хранятся в кристаллах. Вот и кристаллы, они более такие вместительные и долговечные. В отличие от воды, вода все-таки она, ну, там, испаряется, нагревается, если в воду нагреть, она теряет эти свойства, но кристаллы тоже теряют, но они редко нагреваются до таких градусов, чтобы потерять информацию. У нас в природах нет таких же, чтобы там свыше там 100 грозов нагревать. А в воду можно, да, можно ее испарять, и она уже теряет свои вот эти свойства, хранить информацию. На хрониках акаши тоже много чего сохранено. А как же понять, вот из чего могли делать портвейн, то есть это, может это похоже напиток просто безалкогольных бактерий, или это вообще просто название, а напиток вообще из других продуктов был изготовлен? У нас очень много всевозможных растений, да. Вот у нас смотрите, сейчас говорят пряности, да, это праности, то есть прану, мы потребляли прану, их ведь много видов этой праны, да, и она, каждая прана связана была со своим каким-то чудесным даром, там, например, с божественными там дарами, со всевозможными явлениями, и вот мы когда употребляли эти растения, да, вот сказка о муке, ну там говорят, что ее кто-то написал, но... Это, конечно, все очень печально, что все так ушло, а можно ли уходить вот через портал и обратно возвращаться, только уходить не в другое время, не в наш мир, а допустим в то пространство, откуда ты пришел, которое может даже не иметь к нам отношения, но вот просто физически уйти, допустим, оставить вещи где-то в каком-то отеле, телефон оставить в сейфе, то есть а код запомнить, просто уйти, а потом вернуться, как бы, забрать снова свои вещи, как бы, ну и начать продолжать жить заново, и так туда-сюда ходить и возвращаться. Так у нас, вот смотрите, наша же цивилизация, она же была очень высокого уровня, Земля, она имеет название в реальности не Земля, а Земля, потому что это семя, из которого появилось очень много цивилизаций в той же нашей галактике, да, и у нас очень много у каждого из нас родственников, живущих на разных звездных системах, там, тех же Плеяда, в том же Орионе, везде они живут, и они часто бывают общаются, но видите, как правило, вот общение, если вы пообщались, да, с каким-то общением планетянином, да, вы уже потом не помните, даже если вы пообщались на какую-то секретную тему, вы тоже забудете о том, что ящик Пандоры работает у нас, который наложил проклятие на все гармоничное, божественное, чудесное, то есть ничего нам не дают вот этот ящик Пандоры, но если вы его полюбите, да, вот полюбите ящик, то оказывается, он не блокирует это ничего, и вот эти вот ребята, они же ездят в гости к своим родственникам, они, ну, как бы приходят иногда, и они заинтересованы даже, чтобы вот иметь родственников на земле, хотя мы находимся в рабстве, и считается позорным общение с рабами, потому что, ну, раб, раз, он ничего не может, ничего не знает, он, ну, его как скота выращивают на этот гавах, и все, и он уходит, и душа у него совсем не бессмертна, хотя она бессмертна, по сути, да, ну, ее убивают, у нас вот сколько ловушек там, вот продай душу, тебе там то и другое, третье, сразу рог изобилия, все посыпется, а потом забирают душу тоже на гавах, но тем не менее, вот, они как-то перешагиваются через себя, ну, или они чтят вот эти именно родовые связи, и поэтому они общаются, и поэтому они сюда приезжают, забирают, ну, многие там остаются, а некоторые не могут без этого маразма, который у нас здесь на земле творится, и они возвращаются, но периодически снова к ним отправляются, так что, если мы все захотим вот иметь своих родственников, надо только их позвать, они прилетят, они приедут, у них совсем другие там и отношения, и достижения, все другое, ну, вот, например, у меня был знакомый, который пять лет провел в созвездии Лебедя, вот, там тоже люди, все там то же самое, там денег нет, да, и все, что хочешь получить, есть такие автоматы, вот, ты представляешь, что надо, и оно тебе выдает, если ты хочешь там есть, начни, иду выдаст, если хочешь там какую-то одежду получить, ты можешь представить, его распланировать, такая, какая тебе нужна, а может, что они все носят, то есть, есть какой-то стандарт, и все выдается, ну, вот он там, его забирали, он пять лет там учился, чтобы здесь на земле что-то сделать, но он сделал здесь, ничего не смог, ну, потому что, ну, здесь реальность, и они хоть и прибывают сюда, и хотят нам что-то помочь, но бесполезно, ну, первое, большинство людей, они даже и не веют в это, да, ну, говорят, какой ты родственник там, вот был случай, женщина, значит, вышла во двор, вешать белье, ну, частный дом, и садится тарелка во дворе, вот выходит мужчина красивый, обнимает ее, называет по имени, ты, говорит, меня помнишь, он говорит, нет, а мы, говорит, с тобой были мужем и женой в прошлой жизни, он, говорит, полехали со мной, она говорит, ну, как я поеду, у меня муж, у меня дети, у меня работа, куда я уеду, он говорит, ну, ты подумай, подумай, если решишь, позовешь, ну, и улетел, а таких случаев тоже много, просто эти случаи обычно забывают, но если забывают, их стирает, вот стирает сам ящик Пандоры, там никто даже за тобой не следит особо, есть ящик Пандоры, он все отслеживает. Да, очень интересно, конечно, я думаю, это действительно так, многие люди об этом всем рассказывают, но и вправду, вот порой просыпаешься с утра и чувствуешь, что ты что-то очень важное узнал, общался с инопланетянами, но абсолютно все стерто, и потом, может, только через пару дней появится какое-то ощущение, и потом по чуть-чуть, по капельке, ты как бы спонтанно вдруг вспоминаешь, что тебе сказали, а иногда нужно для этого выйти в астрал, и только там ты уже вспоминаешь, то есть память стирают постоянно, а как же все-таки вот снять этот ящик Пандора, или это вообще невозможно на постоянной основе? Нет, возможно, вот надо вот его полюбить, то есть к нему надо хорошо просто относиться, и он поэтому начинает работать, он не против вас, когда к нему негативно относятся, понятно, что все отрец все. У меня вот таких случаев, когда стирали память, я вот тоже обнаружил случайно, но тоже ехал в поезде, и разгорелся с человеком, ну, сосед по купе, и он мне говорит, что он знает, где вход в подземный город, я, значит, звоню своим ребятам в город, говорю, вот, мол, я узнал этот вход, давайте, готовьте экспедицию, я приеду, а из Москвы как раз ехал туда, в Сорновь Сибири, вот, готовьте, значит, экспедицию, ну, сейчас поедем, приезжаю, ну, и говорит, все, готово, поехали. Куда? Ну, ты же звонил, он сказал, что вход в подземный город, знаешь, где он? Какой подземный город, вы что? Ну, короче, я ничего не помню. Он говорит, ну, ты же звонил. Я говорю, ну, вообще ничего не помню. Соседа ничем не рассказывал, но это же было, да. А таких вот случаев у меня не один. Когда вот я обнаружил, что у меня стерли память, контакты были, а о чем мы там говорили, нет. Но когда там контакты, вот именно с очень высоким уровнем, они тебя защищают, то есть тебя не трогают, Пандора не может ничего стереть. Ну, а когда такие вот случайные, но они стираются, естественно. Ну, получается, что нужно искать какие-то плюсы в работе ящика Пандоры, что это так прекрасно, что он работает, и стирает воспоминания, появляется какой-то ажиотаж, ты хочешь себя проверить, можешь ли ты это вспомнить, то есть искать какие-то оправдания этому, что это хорошо на самом деле. Ну, может быть и так, может быть и так. Я пока еще не использовал эту методику, ну, потому что не было, как бы, случаев пока, чтобы ее использовать. Но это вот открыли, ребята открыли, рассказали, вроде как работает у них это все. Попробуйте использовать, надо нам. Мы просто тоже собираемся с нашим обществом делать экспедицию в Тибет, а также в места, скажем так, где могут быть вот эти, скажем так, выходы в Шамбалу, и хотим попробовать пройти в Акхарте, в подземный мир. Поэтому очень жаль, что вы не помните, где это, потому что мы как раз собираемся очень серьезно искать выход из этой соты. Ну, поскольку знаем уже многих людей, кто вышел, они, правда, еще не возвращались сюда, но то, что с ними все в порядке, это точно. Хочется тоже попробовать. Ну, Шамбалу у нас во внутренней земле находится, то есть надо вам в землю попасть. А, тут есть вход через Мамонтовые пещеры, которые как раз в Соединенных Штатах. Ну, это самая длинная пещера. В общем, да. Кстати говоря, кто туда пытался проникнуть сам по себе, да, ну, ноги кончили плохо. Но надо все равно, в общем-то, договариваться с жителями, чтобы они вас туда провели, чтобы они вас там приняли. Они же приходят сюда тоже. У них тоже здесь есть родственники. Правда, они на нас не очень похожи. Мы все-таки изменены. И внешне, генетически нас поменяли. У них, в общем-то, красивые люди. Но не все, вот скажем так, не все. И в подземных, там вот, во внутренней земле, там же инопланетян, очень много видов живет на сегодняшний день. Но люди тоже там есть. И в Аграрте, и та же самая Шамбала, и Гималайи там тоже находятся, и та же самая Артания. Их много стран, которые ушли именно в подземную, ну, во внутренней земле. Там народу живет больше, чем на земле, в реальности. И та же в Абе туда прибралась, там, недавно, там, не уберли, закончили строить. А его строили еще со времен Отечественной войны. Там, конечно, гораздо выше технологии. Но самое главное туда попасть. Попасть туда, конечно, очень сложно, если еще тому, кто когда-то там был. А если представить себе, что возьмешь еще с собой нескольких людей, которые не знаешь, как себя могут повести в критической ситуации, можешь и сам туда не попасть. То есть я просто помню, что это очень сложно, что там еще куча испытаний идет. очень серьезно перед тем, как окончательно туда попасть. Ну да, но все равно они, они, в общем-то, тоже открыты для контакта. Тем более, если вы ищете этот контакт, выходите все время, пытаетесь выйти на связь, но они откликаются. У них уже телепатия, это не как у нас. Просто телепатия надо знать, что если вы что-то представляете, надо представлять перед глазами. Не внутри там головы, а вот именно перед. Тогда вас услышат, а если вы внутри, то не слышно. надо будет попробовать, а то я обычно просто как будто в какое-то пространство попадаю уже внутри, а видимо надо просто как телеэкран визуализировать, как квантовый экран. Ну да. Да, было бы, конечно, классно когда-то отправиться в экспедицию вместе с вами. Мы бы, конечно, не отказались от этого. Так что, если будете собирать какую-то экспедицию, обязательно сообщите. Мы бы с вами с удовольствием поехали. Ну хорошо. Только я не знаю, как вы приедете в Россию. Сейчас же проблем. Да. Это вообще, это отдельная история. Действительно, с этим все очень серьезно, но все-таки я надеюсь, что как-то вот оно спонтанно улучшится. Вот у нас недавно в Мексике стала президентом женщина, биолог, физик, ученая, причем родом откуда-то там из Литвы, по-моему, еврейка литовская. То есть, кто бы мог подумать, первый президент женщины за всю историю. Я думаю, что в России и в Украине тоже скоро будет женщина президент. Да. 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 Надеюсь, что все справится. Что ж, спасибо вам большое за такие потрясающие знания. Для тех, кому они нужны, я думаю, они найдут все ответы на свои вопросы. Хотели бы вы что-то пожелать нашим читателям и рассказать, на какую тему мы будем вести следующий эфир или спонтанно посмотрим? Да, пока насчет эфира сложно сказать. Но дело в том, что сейчас же вот началось там около поберегия Атлантики типа извержения, ну, та лава, которая, в общем-то, поднималась кверху, она поднялась, температура сейчас на Земле повышается, ну, и будет дальше повышаться. Но все это закончить можно только лишь положительными эмоциями. Я уже об этом много раз говорил, говорю и буду, видимо, говорить. Для того, чтобы все это ликвидировать, надо уйти вот именно от всех эмоций отрицательных и быть только положительно всегда настроенным. Для того, чтобы усмирять эту стихию, потому что наши эмоции вызывают стихии, вызывают эти стихии 7-герцовые частоты землетрясения, которые появляются. Но это от людей все идет. Этот страх тоже 7-герцовый что-то, тоска, там, ну, у нас около 30-ти этих эмоций отрицательных, все они крутятся около 7-и герц. Поэтому, когда их много складывается и возникают вот эти землетрясения, и всякая война, она сопровождалась землетрясением. Как только объявляли войну и начиналась война, начиналось землетрясение. Вот первая война мировая началась землетрясение. Вторая мировая война началась землетрясение. Трясло Европу, Азию, Америю. Ну, по всей земле были землетрясения. Сейчас-то они вообще постоянно идут. Сейчас уже вместо 5-ти тысяч обычных, да, сейчас там десятки тысяч землетрясений у нас происходит. в год. Но это тоже связано с нашими отрицательными эмоциями. И вот этот подъем этой лавы, которая сейчас вырывается наружу, тоже связан с нашими отрицательными эмоциями. Надо их убирать. Убирать, чтобы убрало как можно больше людей. и это очень серьезно в реальности. того, чтобы нам человечеству остаться жить здесь на земле, нужно зарядиться положительной энергией, положительными эмоциями. Чего я всем оставил. Спасибо большое. Да, полностью с вами согласна. И так же будет и лучше нам, потому что мы своими эмоциями строим и свою тоже реальность. Так что будем надеяться, что все-таки никакой войны не будет и землетрясение пройдет очень спокойно, вообще оно будет. Спасибо большое за такое хорошее напутствие. Благодарим вас за знание, за эфир. Всего доброго. До свидания. Хорошего вечера.